МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Натуральная в тренде. В Москве открылась российская агропромышленная выставка. Мечты сбываются. Строительство газопроводов за Волжье должно начаться в следующем году. ВВП, косвенные налоги и курсы акций. Чувашия присоединилась ко всероссийской акции «Экономический диктант». В Москве открылась российская агропромышленная выставка «Золотая осень». 21-я по счету. О главных достижениях отечественных аграриев Юлия Важенина и Андрей Шоклев. Инновационные проекты, современные технологии, региональные продуктовые бренды. В течение четырех дней представители аграрного сообщества страны представят все самое интересное и важное в отрасли. На выставку приехали около полутора тысяч компаний. Экспозиция и деловая программа выставки с каждым годом становится все более и более насыщенной, разнообразной. Мы говорим не только о достижениях, таких как фактическое обеспечение продовольственной безопасности страны, но и о новых проектах, о приоритетах. Мы, безусловно, будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше. Тем более, что нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным. С самого начала «Золотая осень» – это не только выставка достижений сельхозтоваропроизводителей, но и деловая площадка. Здесь обсуждаются главные проблемы отрасли и пути их решения, выстраиваются эффективные бизнес-коммуникации. Особое внимание в этом году уделили так называемому «зеленому» бренду, и это не случайно. Потребители чаще стали покупать экологически чистые продукты. Их популярность выросла в разы. «Зеленый бренд» позволяет нам сделать очередной шаг вперед. В последние годы, как и Дмитрий Анатольевич сказал, как и Алексей Васильевич сказал, экология производства, экология питания, жизни в целом – это один из основных трендов в обществе. По мнению экспертов, в рамках работы с экологически чистой продукцией, с органической продукцией, с «зеленым брендом», Россия может претендовать на минимум 10% всего мирового рынка. «Золотая осень» вызывает большую интерес у зарубежных производителей. Наряду с 50 регионами страны в форуме принимают участие представители Австрии, Ирландии, Великобритании – всего 17 государств. Экспозиция Чувашской республики сразу привлекает внимание, чего стоят только цыплята агрохолдинга «Юрма». Молочная продукция изъядрена, сладости «Ахонда», минеральная вода, букеты «Чуваши» и деликатесы ведущих мясокомбинатов республики и крестьянско-фермерских хозяйств. У Чувашской республики на общем фоне уже выглядим неплохо. У нас продукция уже улучшена в экологическом качестве. В целом в этом направлении у нас большие перспективы. И около 10-15% экспорта продукции до 2024 года планируется уже до 2024 года начать экспортировать именно продукцию экологическую чистую, ну то есть улучшенного качества. В рамках выставки проходят специализированные конкурсы. От нашей республики за медали в 70 номинациях поборются почти 40 предприятий. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Москва, Республика. Сегодня правительство Чуваши утвердило проект бюджета на трехлетний период. Главный финансовый документ республики сверстан с профицитом, то есть доходы региона превышают расходы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Бюджет региона сбалансирован и социально ориентирован. За этой краткой формулировкой масштабная работа. Доходная база казны продолжает расти, в основном за счет налогов. Республиканский бюджет запланирован по доходам в сумме 55,6 миллиардов. Собственные доходы республиканского бюджета определены в сумме 31,6 миллиардов. В статье расходов трехлетнего бюджета немалые средства заложат на реализацию муниципальных программ. Все телевые трансфеты, кроме грантов, предоставляемых на конкурсной основе, распределены проектом закона. Это позволит повысить качество планирования и исполнения местных бюджетов. В числе приоритетов строительства и капитальный ремонт дорог. В следующем году на эти цели направят порядка 5 миллиардов рублей. Ключевая задача профильного ведомства – снижение ДТП. Мы увеличим количество капитального ремонта и ремонта на 65,4 километра дорог. В отношении местной дороги 45,2 мы приобретем уже в 2020 году более 34 сонарных видеокамер. В статье расходов строительства, домов, культуры и сразу 9 детских садов. Также в двух муниципалитетах в следующем году начнут возводить новые школы. Те дополнительные средства, которые вами направляются на обеспечение укрепления материально-технической базы, коснется большое количество учащихся. Это в школах по обеспечению мебели практически коснется 60 тысяч обучающихся в школах. Более 2 миллиардов выделят на модернизацию больниц. В планах на следующий год и обновление автопарка, скорой помощи. Если взять целый бюджет, то есть ли здравоохранение на 2020 год, это более 21 миллиарда рублей. Все обязательства, показания бесплатной медицинской помощи гражданам Чувашьей Республики достаточно. Статья доходов республиканского бюджета будет прибавляться. Михаил Игнатьев отметил, что регион получит многомиллионные суммы из федерального центра. Было принято решение, это принципиального характера, два раза средства увеличить на комплексное и устойчивое развитие сельских территорий. Будем по расходной части распределять эти средства на повышение качества жизни. Вопрос газификации Заболжья тоже можно считать решенным, отметил глава региона. В инвестиционной программе федеральной корпорации заложены необходимые суммы на строительство магистральных сетей. Работы должны начаться в следующем году. Общая протяженность трассы 52 585 метров. В 2020 году полностью эта строительство будет проводиться, а в 2021 году практически по трубе уже пойдет газ. Глава региона поручил начать подготовительные работы по переводу котельных левого берега Волги на газ. Вместе с приходом сюда голубого топлива должны улучшиться условия жизни и создан благоприятный климат для развития бизнеса. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Почти взрослые открытия, знакомства с передовыми технологиями, увлекательные научные мастер-классы и встречи с известными в сфере космонавтики людьми. В рамках Всемирной недели космоса школьники Чувашии проделали объем работы, равный, пожалуй, космическому. Глава Республики и представители Международной ассоциации участников космической деятельности обсудили первые итоги. Неделя выдалась поистине просветительской. Школьники увидели и услышали много нового и интересного из сферы космонавтики. Военно-патриотическое воспитание очень значимо, когда вот такие формы появляются. Формы – это не самое главное? Нет, это важно. Поэтому то, что поработали, поучаствовали, пообщались – это очень важно. Спасибо огромное. Весьма примечательный факт уже ставшей историей. Юным космонавтам Чуваши удалось обнаружить новый остров в Арктике. Мы должны завершить регистрации как самостоятельной земли, самостоятельной географической единицы с именем Андреана Георгиевича Николаевна. Ну и, понятно, мы везде и всюду. Естественно, зарождение всего этого будем связывать с Республикой Чувашии. Говорили и о развитии промышленного производства, формировании технического и кадрового потенциала для отрасли. Космические технологии самые высокие, самые передовые. И они должны быть важнейшими двигателями всей экономики, считают участники встречи. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика. Герой России и космонавт Олег Артемьев тоже принял участие во Всемирной неделе космоса. Он побывал в мемориальном комплексе в селе Шоршело и встретился с ребятами из кадетского корпуса в Чебоксарах. По его мнению, работа по популяризации и изучению космоса в Республике ведется активно и планомерно. Олег Артемьев поблагодарил главу Чувашей за личное внимание к теме патриотического воспитания будущих покорителей неба. Большое вам спасибо, что вы поучаствовали в открытии сада покорителей космоса. Кстати, первого в Солнечной системе. Больше недели такого нет. И очень здорово, что вы тех детей, которые тоже с вами сажают деревья, пригласили к себе в кабинет. Можно сказать, что они сделали первый шажочек к полету в космос. И я надеюсь, что в будущем они присоединятся к тем великим космонавтам, которые были с Чувашской земли. И мы будем наблюдать, как они будут покорять Луну и Марс. Нарушение правил благоустройства прокуратура Чувашей зафиксировала в Янтиковском и Урмарском районах. С жалобами на отсутствие света и площадок для мусора обратились жители сельских поселений. Спустя месяц после их обращения мы выехали на место и узнали, как изменилась ситуация. Этот красноречивый контейнер на выезде из Янтикова. Металлический бак и мешки – вымирающий вид. Здесь они, очевидно, на чьей-то личной территории. Общественные места сбора мусора приводят в нормативный вид. Так, в Турмышах все площадки для сбора твердых коммунальных отходов обновили буквально за месяц. Мы этого очень давно ждали, конечно. Давно ждали. Сейчас мы видим только чистота вокруг площадки. Но это, наверное, зависит и вовремя увозит у нас мусор. Так здесь было не всегда. Жители ждали, платили, а когда терпение лопнуло, обратились в прокуратуру. На еженедельном личном приеме прокурора по видеосвязи турмышевцы жаловались на отсутствие нормативных площадок для мусора. Прокуратура проверила и вынесла представление об устранении нарушений. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении администрации сельского поселения установить правильные контейнерные площадки для вылаза твердых бытовых отходов. И в настоящий момент суд встал на нашу сторону, и администрация также согласилась с этим. И по требованию прокуратуры в настоящее время эти контейнерные площадки установлены, и они соответствуют необходимым требованиям. Какие закупать евроконтейнеры и как оборудовать площадку руководство сельского поселения решает само. Главное, чтобы баки были закрывающимися, стояли на твердой площадке с ограждением. А общая стоимость с установкой не превышала 29 тысяч рублей. На данное время у нас площадки хватает для нас, ну на нашей территории. Если в случае чего, если население будет недовольно тем, что именно площадка находится на этом месте, они у нас мобильные. Мы можем поднять манипулятором и переставить ее в другое место. В соседнем районе Урмарском нарушение правил благоустройства зафиксировали в деревне Арабоси. Жители негодовали, что более 10 лет часть улицы Николаева оставалась без света. При том, что опоры для уличных фонарей стояли еще с советских времен. Своими карманами фонарами ходили, потому что не было света. У меня электричка в Урмархе, я выхожу 4 часа утра. Для меня это очень нужен свет. Ну было раньше, когда колхозы, советские времена, был свет у нас всегда, он горел. Ну потом же другие времена настали. Ну вот сейчас опять вернусь к свету. Все хорошо. Я лично довольна. Сейчас носить фонарик надобности нет. Уличное освещение включается в 5 вечера. На протяжении всей улицы Николаева, а на почти километр, светло. По предписанию прокуратуры, руководство деревни должно было установить лишь 3 фонаря с одного конца. Но дополнительно сеть протянули и на оставшуюся часть улицы. Ирина Волкова, Борис Андреев. Республика. Сегодня ряд СМИ Республики дали информацию о том, что в говядине, которую продает на рынке Хеверский в Чебоксарах, обнаружена кишечная палочка. Вот как комментируют эту информацию на станции по борьбе с болезнями животных. Прозвучавшая информация в СМИ о якобы найденной кишечной палочке в мясе на Хеверском рынке была предоставлена несколько недостоверно, так как в данном случае был превышен лишь несколько показателей КМФА. Это показатели, которые характеризуют общую обсемененность, то есть как патогенными, как и условно патогенными, и другими бактериями. Это могут быть и кисломолочные бактерии, и дрожжи, и так далее. Хотя, что как и кишечная палочка, и данный вид бактерий, условно патогенных, они несут особой опасности для потребителя. Единственное, что нужно, значит, в любом случае, перед употреблением продукции животного происхождения подлагать термической обработке. Вот и все. Это не говорит о плохом санитарном состоянии, например, условий торговли, потому что это единичные случаи. Это не говорит о систематическом нарушении ветеринарных санитарных правил или санитарно-гигиенических условий на рынке, допустим. Почти 500 тонн картофеля и овощей на 5,5 миллионов рублей продали в республике за время ежегодной ярмарки «Дары осени». Суть ярмарки «Дары осени» в том, что фермерам и сельхозпроизводителям республики бесплатно предоставляются торговые места. Как следствие, цены для покупателей значительно ниже, чем в магазинах. Предвидя отток покупателей, последние, как правило, тоже меняют ценники. Было отмечено снижение цен отпускных на картофель, морковь, лук, капусту, белокочану. На картофель было отмечено снижение на 16%, на морковь на 17%. В течение месяца ярмарки работали в Шумерли, Канаши, Алатре, Новочебоксарске. В столице республики определили 4 площадки. Каждый год организовывается бесплатная доставка. Транспорт предоставлено было у нас по всем основным площадкам. Он очень нравится нашим бабушкам, которые не смогут сами более 5 килограмм поднимать. Что касается дачников, которые желают продать излишки своей продукции, в городах есть так называемые торговые навесы. Торговать там без оплаты места можно круглый год. В ближайшее время такое место для торговли планируют создать и в микрорайоне Соляное. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Экономическую грамотность сегодня проверяли жители Чебоксар. Всероссийский диктант в столице Чувашии писали на нескольких площадках. В Национальной библиотеке и в Сельскохозяйственной академии. Кто издал указ учреждений Вольного экономического общества России? К слову, это общество стало первым научным в России. К вопросу шесть вариантов ответа. На размышления четыре минуты. Для тех, кто выбрал не Екатерину Вторую, повод освежить знания. После мероприятия таких диктантов, думаю, что многие будут обращаться уже на интернет-порталы, для того, чтобы понять, правильно ли они ответили. Больше будут читать, больше узнавать. Вопросы по истории экономики больше рассчитаны на широкий кругозор. В тексте были и задачи, в которых нужно принять экономически правильное решение. Всего за час предлагалось решить 20 заданий. Стоит отметить, что они составлены в нескольких вариантах. Отдельно для школьников и студентов и для широкой аудитории. Я думаю, экономика касается каждого. Каждому человеку будут такие мероприятия интересны. Те, кто сегодня не успел на диктант, знания могут проверить онлайн на основе тестовых заданий прошлых лет. Акция проводится уже третий год. Оценки и электронный сертификат участники получат в течение недели. Ирина Волкова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов. Республика. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла открыла 52-й сезон. Первый осенний концерт посвятили творчеству Микаэла Тривердеева, автора музыки к легендарным фильмам «17 в мгновение весны» и «Ирония судьбы». Его мелодии узнаваемы с первых нот. Их удивительная проникновенность вызывает светлую печаль, щемящую до слез грусть. Микаэль Тривердеев – целая эпоха в советской музыке. Он всегда писал только то, что слышал внутри себя. Наша цель не удивить, а подарить наши сердца нашим зрителям. Попытаться рассказать им какую-то тайну. Так что там тайна? Вся наша жизнь – сплошной сюрприз. И поэтому музыка Тривердеева, Микаэль Леонович, я думаю, нам поможет сегодня в этом. Скрипичная группа, метная, духовая, ударные, арфа и орган. У симфонической капеллы богатый арсенал. Только в оркестре задействовано 70 музыкантов. Анжелика Сидорова – флейтистка, признается, исполнять такую музыку всегда приятно. Микаэль Тривердеев – это принес, так сказать, в народ просто мелодичные произведения. Его стиль, он просто от всех отличается, от всех композиторов отличается. Кстати, это самый мой любимый композитор. Я вообще мечтала, чтобы всегда, чтобы наш оркестр исполнил его произведение. И это чудо просто свершилось. Ольга Болотова пришла на концерт со всей семьей. Говорит, словно окунулась в детство. Я, в общем, музыкант по профессии, поэтому, будучи еще молодой, подбирала эту музыку с великим удовольствием на фортепиано, потому что это было очень красиво и, не знаю, запало в душу. Вечер, сотканный из музыки и приятных воспоминаний, положил начало большой концертной программе, которая ждет ценителя музыки в течение года. Рифат Фадколин, боксер Вильев, Республика. Свой 102 сезон начинает и Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова. Это будет завтра. А сегодня в зале и на сцене рабочая атмосфера. Профессионалы от искусства обсуждали театральные инновации, делились опытом со студентами и молодыми артистами, режиссерами Республики. Это сцена из спектакля «Пять пудов любви» по пьесе Антона Павловича Чехова. «Чайка» – самая ожидаемая премьера нового сезона. Классик мировой литературы сто лет не звучал на сцене Чувашского театра. Сегодня отрывки постановки мастер разбирает с участием молодых коллег. В семинар-практикум под руководством народного артиста СССР режиссера и педагога Валерия Яковлева это золотые правила профессии. Проявлять себя с точки зрения сценического искусства нужно необходимо, даже нужно не только профессионалам, но и любителям. Если они заражены, заражены какие-то идеями, драматургическими идеями, замыслами, которые могут трогать зрителя, даже помочь ему жить как-то, влиять на них добром, радостью – это очень полезно. Театральная искра в душе молодежи не гаснет. Если они заражены этим, если они увлечены этим, если они пытаются выразить талантливо, благородно – это прекрасно, это надо поддерживать, и поэтому какие-то фестивали, какие-то движения, если они проводятся на хорошем художественном уровне, они вдохновляют смотрящих, зрителей. Книга «Актеры, любимые народом» – именно о таких мастерах, которые вдохновляли зрителей своей игрой со дня основания театра. Ее представили авторы-составители, заслуженные артисты Чувашии Геннадий Кириллов и журналист Мария Митина. Уже завтра новый сезон артисты драматического театра откроют спектаклем «Проклятое племя» по пьесе Петра Осипова. В этой постановке – история чувашского народа, рассказанная через человеческие судьбы. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах появился музей занимательного здоровья. Он передвижной. Организаторы привозят уникальные экспонаты в школы и рассказывают ребятам о здоровом образе жизни. Эти музейные экспонаты сразу притягивают взгляды своей необычностью. Кроме того, все здесь можно трогать. Именно в такой атмосфере информация о здоровом образе жизни усваивается на ура. Попробуй забудь, как много вредных веществ спрячется внутри сигареты, если ты сам собрал их вместе, как пирамидку. Вот из таких веществ состоит сигарета. Это, ребят, яды и канцерогены. Канцерогены – это вещества, которые вызывают в нашем организме рак. А этот эксперимент показывает, как алкоголь разрушает мозг. Добавим спирт в яичный белок и наблюдаем реакцию, денатурацию. Усилим воздействие демонстрации органов здорового человека и не очень. Я не хочу курить, не хочу пить. Я хочу, чтобы мои органы были красивыми, а не такие черные все. Здоровье – это наше самое ценное богатство, которое нам дала природа. И мы должны его сохранить. Сейчас наши дети живут в такое интересное время, где они могут раскрыть свои возможности, полностью воплотить свои мечты. Что жалко тратить время на болезни и пагубные привычки. Организатор музея – врач. И она прекрасно понимает, как важно говорить о профилактике с самого детства. Теперь второклассники 33-й школы знают, что в день можно съедать одну конфету, не больше мизинца величиной, а кусок сыра размером в два пальца. Рассказ про диету на ладошке в программе экскурсии. Вот такого количества мяса нам с вами будет достаточно в день. Дети много почерпнулись с сегодняшнего мероприятия. И эти знания будут нести у себя в жизни. И что порадовало, что все-таки многие из них еще не знают, что такие есть вредные привычки, как алкоголь и курение. Видимо, дома у них приветствуется здоровый образ жизни. Я этому рада. Также наглядно ребятам рассказывают об иммунитете и вирусе гриппа. Показывают, какой путь проходит бутерброд в человеческом теле и чем опасны травмы головы. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика. По следам экспедиции «Сапфир» 30 лет спустя в Новочебокстарском музее истории и краеведения открылась выставка с необычным названием. Один из участников той давней экспедиции – наш земляк, историк, археолог Александр Соколов. Восток – дело тонкое. Над его тайными загадками ломают головы величайшие умы. Еще в 1921-1922 годах известный древний деятель Ахмед Ибн Фадван написал книгу о путешествии через тысячи племен. Его записки прошли проверку временем и даже сейчас считаются масштабным историческим трудом. По серебряному пути Ибн Фадвана в 1989 году состоялся уникальный научный поход. Из города Булгар на двух машинах КАМАЗ экспедиция из 15 человек двинулась в путь. Среди молодых ученых-этнографов, археологов из Ленинграда, Казани, Уфы и Ашкабата был и наш земляк. Калейдоскоп тех событий и встречи оставил у Александра Соколова неизгладимое впечатление. Ленинградская была экспедиция Института этнографии Академии наук СССР, которая решила проверить, действительно ли Ахмед Ибн Фадван был на Волге и правда ли, что вот у него все книги, что сказано, соответствуют действительности. Я археолог с большим старым, преподавал историю страны Азии Африки, мне это самому интересно было. Сафир в переводе с арабского означает посол. Одна из последних всесоюзных экспедиций по Средней Азии заняла три месяца. За это время путешественникам пришлось увидеть столько удивительного, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В этих книгах присутствует и то, что когда он прибыл в Болгаре, он увидел, что джинны дерутся на небе каждый вечер. Это северное сияние. Ну, поразили вот такие места меня особенно. Ну, вот здесь нет на фотографии. Это озеро подземное Бахарден. Сто километров не доезжая Ашхабада, спускаешься под землю. И там такое огромное озеро, температура воды 38 градусов. Это Бухара. Очень понравилось. Понравился Ашхабад, где люди. Я увидел, что там все женщины ходят в национальных одеждах. Уникальные фотоснимки с экспедицией национальной костюмы и предметы быта, культуры среднеазиатских народов и народов Поволжья. 90% экспонатов из фондов Чуварского национального музея. Благодаря чему выставка получилась объемная и живая. Она создает такой трамплин в изучении культуры среднеазиатских народов, мусульманских народов Поволжья. Мы ее сопровождаем наглядным видеоматериалом, интерактивом. Среди всех экспонатов, которые привез этнограф с собой, есть особенно ценный предмет. Это так называемая плинфа. По-другому пластичный кирпич. Историк утверждает, что это XI век. На нем особая подпись. Отпечаток чьей-то руки. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Пану, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения Чувашей. Редактор субтитров А.Семкин